Добрый день, с вами Турист, прошу прощения, Светополк. Этот бой на Эль-Халуфе. Мы на французском танке 13-90. Почему я снял этот ввод? Не очень давно хотелось что-нибудь подобное снять, но никак не получалось. Боя подходящего не попадалось. И вот на этом французском танке я наконец-то взял мастера и по этому поводу снимаю видео. Прошу обращать внимание, я переехал сейчас через ямку. Очень коварная такая траншея посередине Эль-Халуфа. Там в этой траншеи легко совершенно лишиться гусеницы, что я, собственно, и сделал чуть попозже. Ну вот начинается бой. Я всем вначале написал, что иду светить под горку. И с удивлением обнаружил, что мне навстречу скатился тоже вниз под горку КВ-5. Вот, совершенно неожиданное такое его решение, потому что я не понимаю, как он оттуда будет выбираться. Он, наверное, оттуда не выйдет никогда. Ну вот КВ-5. Вот подъехал Тай-59. Мне стало как-то поспокойней. Ёлка решила убиться без нашей помощи. Ну, повезло, что КВ-5 спустился только один туда, вниз. Но что с ним делать было непонятно. Вот, я расстрелял уже один боекомплект. Вот начинаю стрелять вроде как вторым. Вот самое интересное, что попал ему в сиську. Вот, и кританул. Слышать его по звоночку что-то. Обратите внимание, у меня поставлен мод от Джова, который позволяет смотреть на карту с более большого масштаба. Это, конечно, очень удобно. Когда я обновился до новой версии игры, у меня не было этого мода, и чувствовалось себя совершенно некомфортно. Наверное, это самая удобная вещь в игре. Это вот просмотр на большем масштабе. С высоты можно обозреть всё. Ну, тем не менее, вот, вы можете обратить внимание, в меня попадает. Я не обратил внимание, кто, КВ-5 или какой-то другой танк. Вот, но находиться тут становится опасно. Вот, я решил забыть о этом КВ-5, потому что всё равно мне его не убить. Решил пострелять по другим целям. Я решил, что меня вот кто-то с этой стороны мочканул. Но вот что-то все разъехались. Я получил одно увечие. Что делать дальше, непонятно. Ну, почему непонятно? Вот стало понятно, надо идти в эту расщелину и светить всех, что, собственно, самое оптимальное в этом. И я засветил, вот, сначала засветил Арту. Вот, решил по ней стрелять. Но тут я заметил... Танк Т-69. Это более, наверное, приоритетная цель. Арту снимут и без меня. И вот два провожу выстрела по Т-69 и сматываюсь, потому что Арта на меня должна обратить внимание. Вот, собственно, и прилетела. Подарочек. Ну, я не хотел рисковать. Решил отсюда как-то поскорее съехать. И даже вот задним ходом набрал довольно приличную скорость. Как у меня тут гусеницы не отвалились, непонятно. На той стороне КВ-5. Все будет мешать мне жить. Пытается забраться в горку. Скажу наперед, он так туда и не заберется. Но жизнь-то мне попортит. Ну, а что нам самое лучшее делать? Это, конечно, подсветить. Кто-то тут должен обязательно находиться в этих кустах. И смотрите, кто находится. Это ИСУ. А у меня заряжены фугасы. Это я специально зарядил, чтобы пострелять издалека по КВ-5. Даже не знаю, хорошо, что у меня были фугасы или нет. Самое главное, что я ИСУ подсветил. А вот и прилетает от КВ-5 подарочек. Мешает он мне жить. Я скорее пытаюсь куда-то смотаться, потому что он мне и... Б-комплект кританул. И, в общем, если он еще раз в меня попадет, я поплачусь. А вот я и заехал в эту ямку, в траншею. Но решил не чиниться. У меня есть ремкомплект. Потому что вроде как я тут в безопасности нахожусь. И у меня перезарядка идет. Очень долгая перезарядка, конечно, выматывает. Вот эти перезарядки. Почти по минуте они там. Или сколько. И я решил подсветить опять ИСУ. Но ИСУ тут не обнаружилось. А обнаружился опять этот же самый Т-59. Или Т-69. Что-то я не разгляжу. В общем, мой, можно сказать, американский брат-близнец. С такой же пушкой, с такой же вот... С такими же характеристиками. И я его пытаюсь выманить на себя. Потому что туда заезжать к нему смысла нет. У него больше ХП. Вот. И самое интересное. Мне удается его выманить. Я по нему попадаю два раза. Он по мне один. Ну вот. Тут я, конечно, получил второй раз. Ну, мог бы сыграть, конечно, и получше. Ну, судя по тому, как он от меня уезжает, я так понял, что у него закончился барабан. И надо бы его, конечно, догнать и наказать. Стреляюсь почти не целясь. И рикошет. Ну, тут я получше прицеливаюсь и наношу ему повреждения. Ну, зато и он в меня рикошетит. На мне прямо сверху отметины. Ну, вот, пока идет перезарядка, я выбираю цель получше. Перезарядка так и не кончается. Сначала пытаюсь в одну сторону пострелять, в другую. В общем, вот только-только сейчас она заканчивается. И как хорошо, что выезжает КВ-3 на базу. Можно из удобной позиции у него пострелять. Вполне даже допускаю, что он меня не видит. Я с сеточкой. Хотя, может, и видит. Не знаю, 300... Сколько там? 20 метров было. Вот. Ну, тем не менее, пока вот я катался, оказывается, наша команда, в общем-то, вытянула бой. Вот. Вот и брат-близнец показался как-то слишком... Слишком высоко сидел, не опустилась у него дула. Я выстрелил. Ну и пошло добитие. Надо искать Арту. Кто, кроме меня, будет искать Арту? Ну, собственно, я ее и нашел. Вот. Остался последний патрон. Арта не хочет выезжать из-за домиков. Ну, вот. Как-то, наверное, можно было сыграть получше. Хотя... Арте я имею в виду. Остался один танк. Тяжелый, топовый. Чувствую, без меня его не укокошат. И вот он. У меня на виду. А я еще все не зарядился. 20 секунд осталось. Он катается туда-сюда. Уже ИС-8, кажется, нашего он уничтожил. Время идет. Я уж совсем опечалился. Думал, к нему близко не хотел подъезжать, потому что он мог повернуть дул в мою сторону. Тут я как бы в безопасности был. Ну, Арта снимает ему гусеницу. И вот, собственно, два выстрела победных финальных. Ура! Ура! Я получил мастера. Получил кучу денег. Нанес немыслимое количество дамага. Соизмеримого вот с Артой. 18 пробитий. И смотрите, урон по моим разведданным. 3737. В общем-то, я сработал хорошим светом. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok